Продолжение следует... ...как основание для исключения участника из общества. Это систематическое неучастие в общих собраниях участников, в результате чего компания не могла принять важные и значимые решения. И совершение участникам действий, противоречащих интересам общества. А именно, когда такой участник одновременно является директором и совершает сделки в ущерб интересам компании. В настоящее время суды используют более гибкий подход при осмотрении подобного вида споров. И учитывают совершенно различные факторы, которые по отдельности не могут свидетельствовать о причинении участникам большого ущерба обществу. Но в совокупности могут представлять такой ущерб. Рассмотрим несколько примеров. В одном из споров основанием для исключения участника из общества послужило следующее. Ответчик создал компанию с таким же видом деятельности, в которых находилось в том же здании, что и основное общество. Ответчик обращался с заявлением банка при остановлении операции. Просил заключить отдельный договор поставки электроэнергии. Обращался в суд с требованием расторжения договора аренды. Заключил договор на охрану офиса и не пускал сотрудников основной компании. Однако, по другому делу, суд учил недостаточным основанием факт создания одним из участников общества компании-конкурента и участия от лица компании-конкурента на одних и тех же торгах в рамках госзакупок. В следующем деле суд посчитал, что несмотря на тот факт, что один из участников общества имел взаимоотношения с физическими и юридическими лицами конкурентами компании, данное обстоятельство не является основанием для исключения участника из общества. В другом деле суд учил в качестве одного из важных оснований для исключения участника из общества создание компании-конкурента и незаконное использование компанией-конкурентом товарного знака основного общества. Таким образом, при рассмотрении подобного вида споров необходимо тщательно документировать все доказательства, учитывать все нюансы поведения недобросовестного участника и четко выстраивать причинно-следственную связь между его действиями и тем ущербом, которым причинил компания. В любом случае, если вы готовитесь подать иск об исключении участника из общества, в компании, в которой имеется корпоративный конфликт, готовьтесь к тому, что вы получите встречный иск по схожим или аналогичным основаниям.